ребята в этом видео я хотел бы показать несколько приемов отработки различных приемов с ножом как говорится от удара в спину не застрахован никто а вот удар ножом спереди можно по крайней мере предотвратить и для того чтобы предотвратить нужно уметь работать не только с ножом но и против ножа у меня в руках обычные муляжи ножиков для того чтобы показать вам некоторые технические наработки которые вы можете не дай бог конечно случится такая ситуация но применить в реальной жизни во-первых для того чтобы нанести шокирующие и быстрые молниеносные удары нужно уметь правильно держать нож не вот так не вот так тем более не вот так как будто мы режем колбасу вот посмотрите внимательно я ложу нож между пальцами руки вот так вот вот так и начинаю работать этим ножиком с нижнего уровня верхней то есть тычок вниз переворот удары вверх тычок вниз нижний переворот по диагонали можно точно также передвигаться для того чтобы работать не только одним ножом но и двумя ножами это дает вам преимущество перед дилетантом и перед тем человеком который вам угрожает что типа у вас сейчас порежет у нас прибьет или еще что-то не обязательно должен быть у вас руках нож достаточно иметь в руках обычную даже авторучку вот я сейчас вам покажу обычная авторучка которую можно точно также использовать в виде куботана и наносить печковые удары но касательно ножей эти упражнения если вы их хорошо владеете этими упражнениями и умеете передвигаться для того чтобы не только застращать вашего противника но и нанести шокирующие атакующие удары эти движения вы можете использовать в качестве защитных комбинаций как показываю если вас кто-то пытается ударить ножом или палкой или с не знаю просто кулаком у вас вот вот типичный типичный пример все у вас стоит блок вы этим блоком можете нанести удар с разворота сбоку удар такой или же двойной удар как в карате базовый двойной удар называется мороте цуки то есть когда у нас человек наносит двойной удар или по верхнему уровню по нижнему уровню по среднему уровню или с двух сторон важный момент работы с такими упражнениями сводится к тому что это не обязательная программа и это не ножевой бой подразделений спецназа поэтому особенно вот эти диванные эксперты которые заходят на канал ко мне кому-нибудь еще и начинают возмущаться что это не работает это все фигня да лучше ты куда-нибудь пошел боксом позанимался такие высказывания вот эти вот диванные эксперты пусть оставят при себе потому что если вы не будете заниматься ничем то естественно вы никогда не сможете за себя постоять не только за себя и за своих близких или за своих родных а элементарные навыки владения пускай не ножом пускай обычной палкой до той же самой вилкой елки-палки той же самой вилкой вложены правильно в руку вы сможете нанести удар как говорили раньше бойся не ножа вилки один удар четыре дырки поэтому ну что я могу сказать был у нас конечно как-то на канал заходил к нам да и заходит теперь частенечко но правда уже не оставляет своих комментариев потому что человек понял что он несколько неадекватный и все его реплики которые он пишет неважно под моим видео или еще под видео других людей на канале все его реплики сводятся к обсиранию тех людей к кому он на канал зашел поэтому он заходит ежедневно заходит ежечасно сидит постоянно на канале но он не пишет комментариев хотя ставит вечно свои дизлайки ну то есть он дает этим понять что я пришел к вам я накакать и выразить свое фе так вот этот человек как-то несколько лет назад когда я показывал вот такие вот движения вот такие вот движения диагональные прямые какие угодно и горизонтальные он сказал да все это фигня да я эту технику ножевого филипинского боя я не говорю что это филипинский бой это он сказал я эту технику филипинского ножевого боя знаю с детства я ее пронес через всю жизнь сейчас я вам покажу как это делать правильно взял нож приподнял нож у него упал и вот он тут же говорит ну у меня сейчас нож упал потому что я никогда не занимался но принц ты же только что минуту назад сказал что ты пронес эту технику через всю жизнь у тебя огромнейший багаж боевых искусств тут у тебя падает нож и ты говоришь я этим никогда не занимался чушь ты трепешься тогда елки-палки в общем человек который назывался гранд мастером винчун гранд мастером джекун до там чуть ли не тренером боксеров и так далее ну большая пасть в мозгу то нифига нету вернее мозг есть ума нет поэтому ребята всегда если вы хотите оставить какой-то комментарий думайте стоит ли писать какую-то гадость или оставлять адекватный нормальный комментарий который действительно привлечет к себе внимание и разовьется может быть какая-то дискуссия а по поводу вот этих вот упражнений которые я вам показываю самые любопытные любознательные пытливые умы уже смогли посмотреть коротышку которая вышла на канале и в этой коротышке есть эти упражнения там они показаны немножечко быстрее здесь же я показываю вам медленно чтобы вы смогли увидеть саму динамику движения ножа вот у нас положение ножа внизу тычок подъем с переворотом тычок нижний уровень диагональ толчок диагональ резкий рывок укол можно как угодно импровизировать главное чтобы у вас была смекалка и работала правильно голова ну а тем кому понравилось видео я могу сказать одно подписывайтесь на наш канал делитесь видео с друзьями ставьте лайк жмите на колокольчик чтобы всегда быть в курсе событий у нас на канале оставайтесь с нами будьте нам здоровы наконец-то у нас весна всем удачи ребята пока